Всем привет! Немного новостей с поляны. Кристина Бухенбалте посоветовала Саше Бахлаевой стать более активной. «Не повторяй моих ошибок, будь легче, не грузи Ваню, будь активной, и у тебя всё получится». Такими были наставления Кристины своей преемницы. А Саша, кстати, в теме. Она следила за больными отношениями Кристины и Вани по эфирам. Кстати, сдавать анализы для того, чтобы успокоить общественность. Девушка не собирается. Она и так недавно их сдавала. В августе этого года перед гастроскопией. Я не обязана вам излагать более подробные исследования своего организма. Тема закрыта. Элина и Игорь пытаются вот всё определиться. Им нужно успеть до 30 числа. У Игоря билет на самолёт. Будут ли они вместе и останутся ли на проекте? Элина вообще ни в чём не уверена. Например, сегодня Игорь поехал в город по делам. Элину не предупредил, только написал «Доброе утро». Она испереживалась, думала, что парень не вернётся. Но Григорьев вернулся, обнял, расцеловал девушку. А где же был? Готовил сюрприз, приводил себя в порядок, мылся, брелся и так далее. Игорь говорит, что симпатия к Элине вспыхнула неожиданно, нежданно-негаданно. У него были иные планы. Ему Элина очень нравится. Девушка хорошая, красивая, заботливая. Самое главное – искренняя. Барзиков отвечает на вопросы подписчиков. Его спросили, как там Хорошев. Поговаривают, что он живёт с мужчиной, причём за его счёт. Ваня говорит, что это его личное дело. Но в такое с трудом верится. А вот он показал фото девушки, с которой отдыхал на базе отдыха после волшебства с Сашей. Кто она, непонятно. Но при всём обилии подруг, Ваня пишет, что я свободен. Барзиков объяснил, почему ушёл Адеев. Его не устроила зарплата за сентябрь 31 500. Раньше было 950 тысяч. Ваню спросили, какой его любимый типаж. И в ответ он опубликовал фото бывшей жены Марго Куксенко. Видимо, специально, чтобы уколоть кое-кого. Теперь Кристина хочет перекрашиваться в пепельную блондинку, чтобы, видимо, соответствовать. А вчера Барзиков выставил Кристину в неприглядном свете. Кристина принимала гостя в рамках конкурса «Лучшая жена на Доме-2» и выпила немного красного молдавского. Сделала ради приличия всего один глоточек. А Барзиков вынес тему зависимости от несоков налобное. Назвал Кри с алкоголичкой. Попросил организаторов её закодировать. За Кристину вступился Игорь. Она говорит, не похожа на такую. У неё нет таких проблем. Не нужно придумывать. Кристина призывает Ваню не провоцировать её, не выводить на эмоции, которыми он питается. Расстаться достойно. У Кристины много защитников. Пусть себя закодирует. Прикладывается ежедневно. Выглядит отвратно. Он тухнет и вянет без Кристины, поэтому и цепляет. Точно такие же слова он говорил и Либерж. К несоку у Кристины прилагались разнообразные молдавские блюда. Плацинды с творогом, с капустой, с картошкой, голубцы из виноградного листика и из капусты. Мамалыка, мясо куриное и свининное. Торт монастырская изба. Гостеприимная хозяюшка устала, выбирая эти блюда в ресторане и принимая доставку. Но зато суп она варила сама. Гость остался доволен. У меня сегодня столько делов. Я вообще ничего не успеваю, жалуется Кристина. Лиза Суботина, пользуясь отсутствием на поляне Безуса, он в Губкине с младшей дочкой. Решила сделать ремонт в его комнате. Алексейша игнорирует телефоны и звонки Лизы. Это очень радует Таню Репину. Она просто ликует. Таня пишет. Я думаю, Лизе не нужно ждать, Леша. У них ничего не получится. Я это понимаю и знаю. У них нет будущего. А жить только ради проекта зачем? Ночью Лизу, которая осталась без защитника, напугали два неадекватных новеньких. Они навиноградились и приперлись к Лизе в комнату. Вот краткое содержание ее объемного эмоционального поста. Они зашли, когда я спала, сели на кровать. Самые наглые Женя. Я попросила уйти, они проигнорировали. Мне страшно. Я не ощущаю себя в безопасности. Мало ли что у них на уме. Один из новеньких, Дима и Ульяна, заселились. Ульяна никому из зрителей не нравится почти. Какая-то она ни рыба, ни мясо, пишут. Ее в эфирах не видно. В последнее время все участники выглядят странными. Хорошев, Лиза, Ульяна, Саша. Ульяна вроде симпатичная, а вроде и нет. Что-то с ней не то. Максим свозил Анюту в свой родной город Рязань. Мы были у меня дома. Туки-туки у нас начались уже давно. Это он отвечает на вопрос Салибекова. Потуки-тукивает ли? Сто процентов мы победим в конкурсе и будем играть в свадьбу. А вот так скребилась Вика после слов Тиграна. Смотри, какие у нас с тобой конкуренты. Вечером Максим планирует романтик. Будут смотреть на падающий снег и пить какао, укутавшись в плед. Это любовь, товарищи. На этом все. Подписывайтесь. Будем сплетничать. Субтитры подогнал «Симон»!